Итак, повторюсь, просмотрев множество видеороликов и посоветовавшись на семейном совете, мы решили обратиться в центр ПР Давид Иерусалим. На сегодняшний день у нас присутствуют такие проблемы. Это нарушение речи. У нас есть слова, у нас есть словосочетания, у нас есть небольшая спонтанная речь, просьбы, но диалога с ребенком не построить, и спонтанная речь, она очень редка, ее очень мало. Во-вторых, это скудные эмоции, в основном это связано с действиями людей, мало что его впечатляет. Например, его не удивит ни Дед Мороз, ни день рождения, ни скопление детей, ни какое-либо действие. Проблема социализации. Ни дети, ни взрослые его особо не интересуют. Он их видит, может к ним подойти, может быть, играть в присутствии их и в этой толпе, но никаких эмоций по отношению к окружающим он не проявляет. Слабый и очень короткий интерес к игрушкам. Играет он очень мало, особенно даже новыми игрушками. В основном воспринимает это как задание для того, чтобы получить какое-то поощрение. Также присутствует стереотипность поведения. Заключается она в бессмысленной беготне по квартире или по любому другому большому помещению, когда он видит. В основном это после занятий, прыгания на кровати, может один и тот же клип просматривать. Все это сопровождается вокализацией или какой-либо апрокадаброй. Еще одна очень серьезная проблема, на мой взгляд, это он не ходит по большому на горшок. Все это происходит стоя, в плавке, он прячется, в последнее время это ему не очень нравится. Он скрещивает ноги и пытается удержать эту дефекацию. И в связи, естественно, все это выходит по чуть-чуть, в течение дня это может до 20 раз по чуть-чуть выходить. В результате, пока я ему не очищу полностью кишечник микролакса. Эта проблема у нас уже целый год, хотя по маленькому он ходит абсолютно самостоятельно. и не требует никакого контроля. Ограниченные интересы. Иногда просыпается по ночам, 4 часа может встать, 2 часа погулять, лечь спать. Но это периодами. И еще бывает такое, что он приходит с улицы и очень истерит. Тоже периодами. То проходит это, то может рассуществовать с месяц. Итак, это все наши проблемы самые основные. И сегодня у нас 12 января 2018 года. И мы начинаем дистанционное лечение в центре БР Давид Иерусалим. До встречи!